Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломинцев. Алексей Алексеевич, существует направление в христианстве, которое либо вообще отрицает Троицу, либо искаженно ее воспринимает. Вот одно из таких направлений – это единственники. Как с такими людьми разговаривать? Как им отвечать? Понятие Троицы достаточно сложное, понятие представленное очевидно в Священном Писании, но для того, чтобы его увидеть, для того, чтобы в нем разобраться, конечно же, нужно достаточно хорошо знать Библию и нужно достаточно точно увидеть то, что Бог делает, кто Он есть и что Он делает. И по этой причине, конечно же, на протяжении истории появлялись и сегодня есть люди, которым трудно воспринять Божественное Триединство. Они задают вопрос, так Бог Богов три или же Он один? А это три разных личности или это одна личность? Естественно, когда вот такие вопросы задаются, то многие имеют тенденцию как-то упрощать это явление и приходить к каким-то возможным объяснениям. И вот даже сама причина, вернее, самая необходимость того, что люди ищут объяснения, говорит о том, что в Библии очевидно представлено напряжение, то есть существует ясное достаточно присутствие там трех личностей Божества. Их просто пытаются каким-то образом собрать и выстроить в логическом порядке. Одной из таких попыток объяснения является древнее учение модализма. Суть его заключается в том, что люди говорят, что в действительности один Бог существует, который только выражает себя в разных формах. Вот когда Он творил мир, Он был Богом Отцом. Когда Он сошел на землю, Он стал Богом Сыном. Это тот же самый Бог, это не вторая личность Божества, а просто тот же самый Бог, который выразил себя в том, что Он стал Сыном. И третья, в день Пятидесятница, Он, этот же Бог, сходит на землю и действует сегодня в виде Духа Святого. То есть это как бы разные формы выражения того же самого Бога. Но в действительности эта позиция очень сложно защищаема Библией, потому что Библия говорит достаточно много точек, в которых она говорит именно о трех или как минимум о двух, одновременно, присутствие двух личностей одновременно. Ну, например, мы читаем много-много раз, Иисус, живя на земле, молится Отцу Небесному. Если Иисус – это форма выражения того же самого Бога, то тогда Он не может молиться другому Богу. Он будет на самого себя молиться, может быть, или еще как-то. То есть, когда Иисус молится, мы видим очень ясную картину. Сын на земле, в человеческой плоти, Он отказался от того, чтобы использовать свои божественные возможности. Он живет жизнью полной зависимости от Отца, и Он проповедует об Отце, Он говорит. Он живет, исполняя волю Отца, и Он молится Отцу. То есть, как минимум, мы видим одновременно присутствие или упоминание сосуществования двух личностей. Это точно Бога Отца и Бога Сына. Кроме того, Иисус говорит в последней своей беседе, которая известна как беседа в горнице, беседе с учениками, Он говорит, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, который пребудет с вами вовек. То есть, Он в данной точке упоминает все три личности божества. Он, Сын, Он молится Отцу, просит Отца, и Отец дает Духа Святого. Причем, когда Он говорит другого утешителя, Он использует очень важное слово, «Алос», которое говорит о том, что точно такого же, как я. Вот все эти данные позволяют нам судить о том, что позиция единственников или позиция модализма – это позиция, которая не отвечает библейской истине. То есть, она не сходится с библейской истиной. Более того, когда мы говорим о спасении человеческой души, «Спасение человеческой души напрямую связано с тем, что Сын удовлетворяет праведный гнев Отца. Он вносит плату за наш грех, и эта плата останавливает Божий святой гнев». То есть, когда мы говорим о спасении, спасение предполагает взаимодействие Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Дело в том, что только Бог Дух Святой может взять и все то, что сделал Сын за нас на Голговском кресте, применить это конкретной душе человеческой, возрождая ее свыше и наполняя ее новым человеком, наполняя ее новой жизнью, праведной и святой жизнью, которая получена от Бога через Иисуса Христа. Благослови вас, Господь! Спасибо, Алексей Алексеевич! Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете на нашем сайте слова.org и присылайте ваши вопросы по адресу radio.slowa.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас, Бог! Субтитры создавал DimaTorzok